МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ветер перемен поднялся над Казанским университетом. Все изменения были обсуждены на первом в этом учебном году заседании ректората. С какими переменами столкнулся КФУ, узнаешь в нашем следующем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За минувшее лето в Казанском федеральном университете произошли значительные изменения, требующие внимания и обсуждения. Приятно отметить, что изменения носят в основном позитивный характер. Например, то, что КФУ заметно улучшил позиции в глобальных рейтингах университетов мира. Также обсудили рост университета в новой редакции КОЭС World University Rankings, опубликованный как раз на текущей неделе, и акцентировали внимание на еще одной авторитетной рейтинговой системе WebO-Metrics. Каждый год у нас здесь небольшие... Мы неплохо продвигаемся, не делаем, конечно, большие скачки, но тем не менее, вот за это время, что мы улучшили практически на 100 единиц наших позиций, это неплохо. К слову, что касается повышения узнаваемости КФУ, сотрудникам университета посоветовали активнее взаимодействовать с университетскими медиа. Благо, возможностей для этого существует множество. Университетской прессе предложили присвоить статус СМИ, чтобы вся информация, освещаемая изданиями КФУ, индексировалась рейтинговыми системами. Ввести в работу и регистрировать наши журналы как средства массовой информации в электронной форме и также по возможности их разместить, полнотекстовые, на нашем сайте. В завершении встречи сотрудникам КФУ было предложено пройти бесплатную вакцинацию от вируса гриппа, что особенно актуально с наступлением по-настоящему осенней погоды. Это можно сделать до 30 сентября. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. Заместителю министра промышленности и торговли Гульна Скадыровой продемонстрировали весь цикл проекта «Фарма». На встрече с федеральным чиновником Ильшат Гафуров наглядно показал, что уже сейчас на базе КФУ необходимо вводить новые технологии в опытное производство. В Казанском университете уже существует уникальное фармакологическое производство. Помещение полностью готово, идет поиск инвесторов и поставщиков оборудования. А собственное производство позволит в любой момент производить опытные партии новых препаратов. Проблема в потерях, но уже работающих предприятиях. Не все они готовы останавливать производство ради выпуска какой-то новой опытной продукции. Это несет за собой большой убыток, даже с компенсацией от университета. В ходе визита был поднят и вопрос обучения будущих врачей и исследователей. После посещения Института фундаментальной медицины и биологии Гульна Скадырова осталась под впечатлением. Ее удалось увидеть молодых людей, чьи глаза горят, и видно, что они любят дело, которым занимаются. А Казанский университет, по ее словам, достиг больших результатов в выбранной стратегии. Институт геологии и нефтегазовых технологий готовится работать в поте лица, не покладая рук. Как говорится, цели ясны, задачи поставлены. Каково ближайшее будущее геологов Казанского федерального, расскажет Аделя Мухамедшина. В стенах Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялась встреча ректора с сотрудниками данного подразделения. После обсуждения перемен и изменений, которые настигли этим летом Казанский федеральный, Ильжат Гафуров не оставил без внимания сотрудничество Института с крупными компаниями. Ведь это, безусловно, принесло за собой хорошие результаты. То, чем занимаемся мы, стало востребованным. Стало востребованным, и сама эта востребованность проявляется в желании платить компаниями. И компания начинает понимать, что работая в области высоких технологий, нам нужно тесно сотрудничать с людьми, занимающимися фундаментальной наукой, и успевать переложить все эти разработки на свою практику. Также ректор отметил всю важность научной работы Института геологии и нефтегазовых технологий. На сегодняшний день данный институт не намерен снижать планку, и его по-прежнему ждет очень много работы. Время мы начинаем, когда задуматься об этом, начинаем понимать, что еще долгие годы углеводороды будут востребованы, и самая главная задача стоит в том, чтобы как эффективно их разрабатывать и доставать из-под земли, может быть, не доставая углеводорода, и доставать то, что из него получается, электроэнергию, а достаточно дешевым способом. Это главная задача, эффективность, которая тоже стоит перед нашим коллективом. Не обошлось и без сенсации. Казанский федеральный университет готовится стать базой новейшего технопарка. Вышло постановление правительства Российской Федерации о поддержке этой структуры Инокам. Значит, и наш университет рассматривается как базовым для подготовки кадров и для проведения научных исследований, а также, скорее всего, мы будем базовыми при формировании технопарка на этой территории. Завершая встречу, ректор напомнил, что времени для реализации всех планов мало. Теперь каждому сотруднику придется предельно много поработать во благо науки и поддержать движение университета по заданной траектории. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Руслан Уразаев, Универньюз. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с коллективом Института фундаментальной медицины и биологии. Подробности смотри далее. На встрече с сотрудниками Института фундаментальной медицины и биологии Ильшат Гафуров говорил о текущем положении дел в университете и об итогах приемной кампании. Ректор отметил улучшение качества подготовки абитуриентов. Вы, наверное, уже знаете, но я еще раз позволю себе озвучить по показателям качества уровня ЕГЭ, у нас же головой в области, как мы называем, все, что находится в Казани. Один из самых больших в Российской Федерации – 78,37 сетек. Средний ЕГЭ по Казани. Целый, с учетом филиалов, чуть больше 73. Марат Софиолин в своем выступлении рассказал о продвижении КФУ в рейтингах. Напомним, что Казанский Федеральный недавно поднялся в рейтинге КЮС сразу на 50 пунктов. Кроме того, проректор упомянул, что в рейтинге The Times показатели КФУ в публикационной активности и оценкам работодателя уже вошли в число 100 лучших. Я особо хотел подчеркнуть, много или мало, 50. Дело в том, что по размеру нашего университета, среди тех, кто представлен в рейтинге, является одним из самых больших. В завершении встречи было заявлено, что состав КФУ вошел в бывший военный госпиталь. В этих зданиях разместятся ветлаборатории в Иваре. Кроме того, в госпитале оборудуют стоматологическую клинику и центр первичной аккредитации выпускников всех медицинских специальностей. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универньюз. В Казани пройдет митинг, посвященный 188-й годовщине со дня рождения Льва Толстого. После митинга состоится экскурсия по толстовским адресам Казани и по усадьбе Южковых, где Толстой жил в годы учебы в Казанском университете. Певица Максим поддержала Казань в конкурсе на новую банкноту 200 рублей и призвала своих поклонников голосовать за столицу Татарстана. Хоккеисты казанского Акбарса одержали победу над московским «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 4-1. Ректорка Фульша Адгафуров приняла участие в церемонии открытия новых производств в Химграде. Торжественный пуск высокотехнологических производств состоялся 8 сентября. Красногнижную птицу спасли от гибели в Елабуге. Казадоя со сломанным крылом обнаружили на одном из заводов города. В Казани подросток пытался покинуть страну без разрешения родителей. Его задержали на паспортном контроле Международного аэропорта Казань. В Казани кабаны пытались перебежать трамвайные пути. Животных спугнул автомобильный сигнал, после чего кабаны скрылись в кустах. Мужчина сменил имя, чтобы прилететь в Казань. Суд запретил Зиедулога до его въезда в Россию. Он вернулся в Таджикистан, но оставаться на родине не хотел. Сменив имя в паспорте, гражданин Таджикистана без проблем прилетел в Казань. Правда, скрылась лишь в марте этого года. 9 сентября исполняется 4 года, как телеканал «Универсмотри» начал свое круглосуточное интернет-вещание. В честь этого события мы предлагаем вспомнить, как зарождалось студенческое телевидение КФУ и как мы стали единственным примером в полном смысле студенческого университетского телеканала в России. В 90-х годах в малой студии факультета журналистики КГУ зародился городской телеканал «Эфир». Однако с уходом канала на своей площадке об университетском телевидении надолго забыли. Все изменилось в 2010 году, когда ректор КФУ Ильшат Гафуров поставил задачу сформировать собственное телевидение с новейшим оборудованием. Оно позволило бы бывшему студенту, уже выпускнику, становясь сотрудником любой телекомпании, не только чувствовать себя достаточно комфортно в существующем телевизионном производстве, но и быть готовым к модернизации этих технологий. Так, в 2012 году университет Матри стал первым каналом в республике, кто начал круглосуточное интернет-вещание в новом для того времени формате Full HD. Кроме того, с 2015 года телеканал вошел во все пакеты, в том числе и пакет HD, крупнейшего кабельного оператора региона ТАТ-Телеком. А с созданием кафедры телевещания и производства в 2013 году в эфире стали появляться авторские студенческие программы, ток-шоу, скетчи и многое другое. Если в прошлые годы были трудности совмещения учебных планов и производственных потребностей телеканала, то эти противоречия получили свое разрешение, когда кафедра телевещания и телепроизводства наконец-то получила лицензию по обучению на специализации телевидения. Нельзя не сказать о том, что грядут большие позитивные перемены. Сейчас Даня на улицу Нужно находится в режиме модернизации. На втором этаже ожидается ввод в эксплуатацию ньюсрума, мультимедийных лабораторий и телевизионного шоурума. Зал достаточно камерный, но вмещать сможет более 50 зрителей одновременно. Меняется не только инфраструктура, но и кадровый состав управления Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Так, в апреле 2016 года в должность директора школы вступил практик с большим опытом работы в медийной сфере Леонид Толчинский. Сегодня телевидение Казанского федерального университета представляет собой полноценный медиахолдинг, включающий корпоративный телеканал КФУ, круглосуточное студенческое телевидение «Универсмотри» и круглосуточное интернет-радио «ЮФМ». В интернет-вещании в YouTube у канала есть уже около 28 тысяч подписчиков и более 6 миллионов просмотров. Нет сомнений в том, что Казанский федеральный университет будет в числе лидеров подготовки специалистов СМИ и медиакоммуникации в России. По крайней мере, сегодня для этого есть все предпосылки. Диана Вакян, Универ Ньюс. Вот и все новости на сегодня. Хороших тебе выходных и побольше положительных оценок. До встречи!